РОССИЙСКИЕ ЗОЛОТОБЫТЧИКИ РОССИЙСКИ РОССИЙСКИ Целью показать, что добыча, которая производится в нашей компании, это долгосрочная перспектива и является на сегодня стабильным заработком. Кстати, давайте посмотрим этот небольшой фильм и как премьеру, и как иллюстрацию к тем словам, которые вы сейчас только что произнесли. Прошу. Запасы золота на земле иссякают, как и количество богатых месторождений, многие из которых находятся на доработке и в труднодоступных районах. Содержание драгоценного металла в руде падает. Технологии обогащения руды осложняются. Это вынуждает компании увеличивать объемы переработки и совершенствовать технологии производства. В золотодобывающих компаниях все больше применяют мощную горную технику с большой грузоподъемностью и самые современные технологии добычи и переработки руды. Легких месторождений нет. Чтобы добраться до золотой руды, на карьере сначала нужно снять десятки метров верхнего слоя земли и вывести сотни тысяч тонн пустой породы. И это далеко не песочница, потому что твердый гранит приходится взрывать, чтобы двигаться дальше. Каждый взрыв — это десятки тонн взрывчатки, разрывающей горную массу на куски. А дальше многотонные грузовики в кратчайшие сроки должны доставить золотомостную руду на фабрику. У них нет другого выбора. Однако взрывной характер нужно иметь не только работая на карьере. В шахте на глубине почти километр требуются нервы покрепче любого гранита. Здесь не самое спокойное место. Чтобы продвинуться вперед всего на пару метров, нужно взорвать эту стену десятками килограммов взрывчатки. И так под сотню километров подземных выработок. Юж-Урал-Золото — группа компаний уже 15 лет успешно решает все сложности, увеличив за это время объемы добычи золота в пять раз. Юж-Урал-Золото — это упорство и натиск, перед которыми не сможет устоять ни одна горная порода. Наши геологи ведут поиски на новых месторождениях, таких как Осейская, Алтынташ и Найлинская. Наши фабрики умеют эффективно извлекать золото даже из руды с низким содержанием. Наша цель — стать лидером российского рынка золотодобычи. И ее достижения мы видим в наращивании темпов и объемов производства, увеличении эффективности на разрабатываемых месторождениях. Не последнее место для нас занимает реализация проектов по охране окружающей среды и обеспечению здоровья и безопасности людей. Все предприятия компании — системообразующие. Юж-Урал-Золото является градообразующим предприятием и с гордостью несет это звание, понимая всю ответственность за районы, в которых мы ведем свою деятельность. Увеличение объема добычи — это рост рабочих мест. Тысячи человек каждый день выходят на работу, чтобы сделать предприятие мощнее, а нашу страну — сильнее. Ну что ж, впечатляет, то есть старатель, моющий песок в речке, это уже в прошлом? Да, это в прошлом. Сегодня предприятие использует опыт и старателей. И в то же время сегодня положение отделов горной промышленности, а именно это, скажем, добыча с глубоких горизонтов, добыча руды достаточно небогатого содержания, и время требует, чтобы сегодня все шло по пути увеличения производительности. Технологии, которые показаны в фильме, вот эти масштабные технологии, которые показаны в фильме, это мировой тренд? Или вы, как говорится, от безысходности, от того, что нет самородков, вынуждены так поступать? Ну, это и путь, скажем, и мировой, и в то же время он и нас касается. То есть те богатые запасы были отработаны, скажем, то, что доставалось более легким способом. Сегодня мы работаем на очень низких содержаниях. Мы включаем в добычу практически все запасы. То есть это и забалансовые запасы, и балансовые запасы. То есть руда, имеющая небольшое содержание золота, мы ее отправляем на переработку. Чтобы понятно было, небольшое содержание золота, это сколько? Небольшое содержание, это район одного грамма на тонну. И все равно стоит перерабатывать тонну? И все равно стоит перерабатывать, но увеличивая, как вы сказали, вот имея такой вот масштаб. То есть обогатительный передел, это передел, который занимается переработкой добытой руды. Вот на сегодня, ну, скажем, в нашей компании это уже измеряется миллионами в год. Людей. Сколько сегодня людей работает на предприятиях хотя бы в Челябинской области? В Челябинской области у нас работает порядка трех тысяч человек. Кто это люди? Я имею в виду по квалификации и, опять же, возвращаясь к тому, что сейчас происходит в мире. Гости из Китая, вахтовики из каких-то других регионов или ваши местные? У нас есть и местные, есть и вахтовики. Потому что сегодня положение, вот почему я еще раз говорю, этот фильм, он направлен на то, что мы хотим привлечь людей местным. Потому что буквально вот через год у нас предприятие готово обеспечить еще 500 рабочих мест. То есть мы на сегодня строим две фабрики. У нас другого пути нет. И вкладывать именно в увеличение производительности переработки, вот при этом снижая содержание с целью возвлечения всех руд, то есть отработки всех запасов. Поэтому мы в год готовы, но только на обогатительном переделе сейчас представить 500 рабочих мест. Если касательно подземной добычи, мы готовы и 500 рабочих мест предоставить даже сейчас. При этом мы готовы людей обучить профессиям. А в чем проблема-то тогда? Ну проблема в том, что сегодня люди не хотят идти работать на технические специальности. Сегодня есть дефицит в этих рабочих профессиях. Мы поэтому ведем везде рекламу, работаем с институтами, ездим по деревням, ездим по школам. Сегодня я практически всех выпускников объезжаю по Пластовскому району. А я ориентирую их для того, чтобы люди шли работать на те специальности, которые будут востребованы. А главные аргументы, которые вы приводите? Скорее всего, это зарплата, социальный пакет, перспективы. Назовите их. Зарплата у нас выше среднего по Челябинской области. У нас средняя зарплата на предприятии порядка 40 тысяч рублей. Хотя отдельные профессии достигают 80-90 тысяч рублей в месяц. Это такие, как проходчики, экскаваторщики, машинисты Белазов. Социальный пакет? Ну, социальный пакет у нас полный. Мы предоставляем и отпуска, и покупаем специалистам квартиры. То есть мы стараемся работать и привлечь всю молодежь. То есть не помогаете в ипотеке, а именно покупаете квартиры? Именно покупаем специалистам, квалифицированным. Мы покупаем квартиры, предоставляем как служебное жилье. По уходящему году сколько уже купили? Порядка 30 квартир. 30 квартир? Да. Купила компания своим сотрудникам? Своим сотрудникам, да. Сегодня мы делаем проект с целью строительства микрорайона, скажем, в городе Плас. Для привлечения именно квалифицированных специалистов, а также уже готовых специалистов рабочих специальностей. Как вы думаете, открытые вакансии в районе 500 человек, о которых вы говорите, долго еще будут открытыми? Или цифры это будет стремительно уменьшаться? Ну, хотелось бы, чтобы она стремительно уменьшалась. Хотелось бы. Ну, в последнее время, скажем, благодаря тому, что люди стали понимать, что там какие-то юридические специальности уже рынок по большому счету не проглатывает. Менеджмент тоже их больше, чем сегодня они нужны. В последнее время тенденция, скажем, немножко в положительную сторону двинулась. И мы надеемся, что она будет продолжаться и дальше. Ну что ж, спасибо, Роман Владимирович. Гостем в студии канала «Россия-24 Южный Урал» был управляющий директор группы компании «Юж-Урал-Золото» Роман Бергер. Гостем в студии канала «Россия-24 Южный Урал»